Мошенники пытаются обернуть закон на проверке банковских операций в свою пользу. Банк России сообщает, что в преддверии Нового года традиционно увеличивается количество переводов и платежей. И одновременно активизируются аферисты. Они могут позвонить человеку, представиться сотрудникам банка и сообщить, что с целью противодействия мошенничеству его карта заблокирована. Для разблокировки попросят назвать секретный код карты. Это самый настоящий киберразвод. Как только человек отправит нужную информацию, с его карты спишутся все денежные средства. Банкиры призывают граждан не поддаваться на провокации и не совершать никаких действий. Могут предложить направить смс, могут попросить назвать пин-код карты. Могут попросить набрать смс определенный код и направить по телефону, который используется мошенниками. И в зависимости от программного обеспечения и продвинуться этих мошенников, могут провести какие-то действия. Или с телефона могут уйти деньги, или с банковской карты привязаны к телефону, могут уйти деньги. Банкиры напоминают, что с октября действительно пристальнее следят за банковскими операциями граждан. Этого требует федеральное законодательство. Но сотрудник банка никогда не попросит клиента назвать пин-код или другой секретный код карты. Если перевод или иной платеж покажется сомнительным, сотрудник банка действительно свяжется с клиентом. Но лишь для того, чтобы человек подтвердил, что давал согласие на эту операцию. Если клиент не ответит, то его карта блокируется на двое суток в целях сохранности денег. По нашей просьбе, в Владимирском отделении Банка России привели пример, какая операция с банковской картой считается сомнительной. Человек всю жизнь прожил, к примеру, в Владимире. Копил деньги, поехал за границу и решил по банковской карте приобрести автомобиль. Банк смотрит. Человек никогда не выезжал за границу, ни разу в жизни. Сегодня он был у Владимире, а завтра вдруг он оказался где-то в Германии и переводит очень большую и значительную сумму денег. Для кредитной организации эта операция может показаться странным. В том плане, что картой могли воспользоваться мошенники. В этом случае транзакции приостанавливаются. Я подчеркиваю, что не карта блокируется, а приостанавливаются транзакции. Транзакции по этой операции. Банк должен созвониться с клиентом, убедиться, что именно он проводит эту транзакцию и возобновить эту транзакцию сразу же после того, как он убедился, что он проводит.